Ну а мы продолжаем наше доброе утро. Рада приветствовать всех, кто сейчас с нами. Давайте узнаем о том, какой будет погода. В Карачаево-Черкесии преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью до минус 7. В горах минус 7, минус 12. Днём плюс 5, плюс 10. И местами минус 1, плюс 4. В Черкесии без осадков. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью до минус 5. Днём 7-9 градусов тепла. Профессор кафедры русского и иностранных языков Института экономики и управления СКГА Марина Харатокова вошла в состав межведомственной комиссии по языкам коренных малочисленных народов России. Помимо этого, Марина Губедовна была принята в Союз с писателей России. И буквально на днях она выпустила новую повесть и подборку стихов. И сегодня в нашей студии она расскажет моей соведущей Белле Джозаевой о новых событиях своей творческой жизни и первоочередных задачах, которые ставит комиссия по языкам. Доброе утро всем. Доброе утро, Марина Губедовна. Доброе утро. Благодарю вас за то, что вы нашли время и пришли сегодня к нам в гости. Я хочу сказать о том, что за последние пару-тройку месяцев в вашей творческой жизни произошло немало приятных событий и моментов. И я думаю, нашим зрителям стоит об этом рассказать. Это не касается вашей основной работы, вашей преподавательской работы. Вы всегда были творческим человеком, это я знаю. И наши зрители знакомы с вашим творчеством. Но тут произошло очень приятное событие. Вы вошли, вас взяли в союз писателей Российской Федерации. Потом, второй момент, вы вошли в состав комиссии по языкам народов Российской Федерации. Малочисленные языки. И вот буквально на днях вы выпустили, вернее отдали в печать, новую свою повесть и стихи. Это все очень хорошо. И я, наверное, начну с вашего вступления в союз писателей. Вот что для вас, преподавателя, человека, который все-таки всю жизнь тоже и в литературе, вот какое это имеет значение? Ну, что я хочу сказать. Такое большое значение, чтобы оно для меня имело, я вот сразу сказать не могу. Все-таки главное у меня наука. Я больше занимаюсь наукой. У меня публикаций много, около 300 публикаций, монографий. И в известных журналах публикации идут. Вот как раз это касается языков и наших кавказских языков. И, конечно же, я преподаю давно английский язык, поэтому я связываю языки и с другими языками народов мира. Но меня попросили, сказали, у вас есть достойные публикации, чтобы вступить в союз журналистов, Извините, союз писателей России, вот. И долго просили меня, но, наконец, я согласилась. Но это большая ответственность. Все-таки наука – это наука о научной статье. А здесь нужно писать для народа, чтобы каждый тебя понял, найти к ним нить. Поэтому я считаю, большая ответственность. Но, я думаю, не подведу. И в этой сфере, в этом направлении, в этой области я буду стараться тоже писать. У нас есть поэтесса Шибзухова Лариса, другие писатели. Вот они меня попросили. Они посчитали нужным, послушав мои стихи, посмотрев, что я пишу. Прочитав, мы несколько раз с ними выезжали на конференции, на другие мероприятия. И вот они там заметили, увидели, как я читаю. Ну, в непринужденной обстановке, когда мы сами, вот, вне этих конференций. Я что-то им рассказывала, зачитывала свое. Вот они заметили. И вот через несколько месяцев они мне звонят и сильно попросили. Я полгода отказывалась. Я говорю, нет, я еще не дошла до этого, не доросла до писателя. Вот, чтобы меня включали в состав «но-но». Говорят, нет, мы считаем, у нас очень мало их, и вы входите в состав, вот, потому что вы даже уже написали. Вот поставили эти задачи. Что касается вот этой комиссии по языкам малочисленных коренных народов Российской Федерации, это тоже большая ответственность. Вы представляете Карачаево-Черкесию. Какие у вас первоочередные задачи и цели? Для чего вот эта комиссия, она создавалась? Ну, эта комиссия, межведомственная комиссия коренных малочисленных народов России. К коренным малочисленным народам России относятся народы, которые по численности составляют 50 тысяч и менее. Это на первом месте ненцы стоят, потом идут по численности, это 43 тысячи 700 человек по России, абазины идут. Именно у нас на Кавказе абазины, а потом дагестанских несколько народов туда входит. Вот, и вот решили создать комиссию. Проблема именно в этих языках с нормами грамматики, нормой пунктуации, орфографии грамматики. Вот, и в связи вот с созданием этой комиссии, я думаю, нормы грамматики этих языков малочисленных будут приведены в порядок. Больше внимания этому будет уделяться. Вот, экспертные комиссии будут создаваться. Мы будем связь тесную с ними иметь. Вот, ну, я не думаю, что только коренным малочисленным народам, которые официально вошли в этот список, мы будем уделять внимание. Я думаю, мы будем обращать внимание и на другие соседние народы, которых тоже не так много. По некоторым, по отдельным сведениям, они тоже считаются малочисленными, наши соседние, вот даже у нас в республике, да? Вот, а если официально брать, вот именно вот то, что я назвала, вот, где-то их 40, 40 с лишним идет официальное количество по России языков. Где-то 4 человека даже есть. Ну, большая часть, вот, особое внимание вот этому вопросу уделяют финно-угорские языки. Это восточной части нашей страны. Вот, но в состав этой комиссии, вот, я посмотрела, там 16 человек, утверждает министр образования Кравцов, председатель этой комиссии, замминистра образования Российской Федерации. Вот, и там 16 человек в этом составе из Кавказа. Вот, я одна, я посмотрела. Вот, и в состав входят известные филологи, языковеды, ведущие ученые. Вот, например, Кибрик, это директор Института языкознания Российской Федерации. Также из Тамбова, из Севера, как я назвала, вот, из северных известных самых университетов ректора входят. Вот, и многие ректора вузов, языковых вузов Москвы входят. Вот, и вот они мне позвонили, сказали, что уже утвержден список, это недавно только утвердили, а до этого где-то месяца за два мне присылали все это, и в институт к нам присылали разрешение, и там спрашивали, все подписали. А сейчас уже второй раз перезвонили, сказали, можно, директор Института языкознания возьмет ваши телефоны и будут тесно с вами сотрудничать. Здесь речь идет не только о грамматике, пунктуациях, но и о сохранении этих народов тоже. Прежде всего. Прежде всего, разные, хотя и первым пунктом поставлен, вот, первые нормы, да, языка, но, но, сохранение языка, вот, главное, в чем вопрос. Ну, это понимаем, конечно. Это весь народ, все народы знают и понимают, да, когда вообще произносят коренные малочисленные языки, это, значит, речь должна идти об этом, о сохранении языков. Но, к сожалению, языки исчезают незаметно, и статистика такая, что очень много языков, даже из этих перечисленных, о них и речи даже не будет, уже нужно говорить о других, которые мы считаем малочисленные, что могут исчезнуть через век. Но наши дети же не говорят на родных языках. Вот, а причина какая? Да, на языках не говорят. Когда впервые еще Услар, ну, когда письменность, казалось бы, нет письменности после уже Кавказской войны, говорили, нужно было возрождать письменность у нас на Кавказе, то приезжали или направляли из Москвы выдающихся языковедов сюда, приглашали, чтобы они заново помогали свою письменность создавать нашим народам, да. И вот среди них выдающимся был Услар. Он как раз и тогда говорил, не только русский язык вы должны изучать, вы должны абсолютно одинаково знать и свой родной язык, и русский язык. На одном уровне, чтобы могли общаться и с русским народом, и с другими. Конечно, на эту тему можно говорить вечно, потому что это до такой степени актуальная тема. Вот как раз, извините, пожалуйста, вот как раз я хочу сказать, одним из таких же лингвистов, который был направлен сюда, на Кавказ, был Генка. Генка – это выдающийся лингвист, но, к сожалению, очень сложная у него судьба была, вот гонения, как за всеми поэтами, нашими писателями, выдающимися, всегда были гонения со стороны царской России. Вот и за ним такая же гонка была, и, к сожалению, 52 года всего он прожил. И недавно последняя конференция была международная, здесь у нас, в Карачаево-Черкесии, в Черкесске, и в Красном Востоке поставили ему памятник, потому что он знал 30 языков. 30 языков, в том числе кавказские, почти все языки знал. Ингушский, дагестанский, чеченский язык знал. Это вы подводите к тому, что вы стихотворение написали? Да, абазинский язык, он сложнейший язык, вы знаете, да, один из сложных языков наравне с китайским, да, в мире. Вот даже этот язык, он особое внимание он этому языку уделил. И вот поэтому поставили именно в Красном Востоке ему памятник, я еще и к этому, что в Красном Востоке. Но прочитайте ваше стихотворение для наших зрителей. После окончания этого, как раз, этой конференции, я набросила, написала стишок. Вот как раз стих, можно сказать, я послала в Адыгеев научно-исследовательский знакомым, которые присутствовали здесь. И вот они тут же красиво, красочно прислали мне, сделали все это. Сказали, это не стишок, это стих, это стихотворение. Вот, ну вот памятник Генка. У вершин двуглавого Эльбруса памятник Генка стоит. Тонкий взгляд его скромный, уже о многом говорит. Смотрит он гордо и прямо, так, как смотрел бы лингвист. В мыслях, храня все творения, себя не пытался он превозносить. Величайший он филолог, лингвист и просто человек. Не дрогнув никогда пред миром, до Кавказа он проник. Зная тридцать языков, изучил народу мира, народы мира, чашу горести и спив. Уникальный абазинский он постиг. Он гениален. Пусть огни у памятника светят, не сгорая до зари, Освещая путь ученым из далекой Астаны. А чистый родник у подножья, бегущий из горных вершин, Сгибаясь у крепости в скалах, течет по сосудам твоим. Он не иссякнет вовеки. Талант неземной не убьешь. Дорогу осилит идущий, пока на планете живешь. В наше тревожное время сложно чему-то служить. Все же примером пусть будет Генка, ученый, лингвист. Я благодарю вас. Великолепное стихотворение. И, конечно, я желаю вам успехов в вашей работе. Спасибо, что были гости нашей программы. Успехов вам. Спасибо. Спасибо. Поздравить со столетием жителей Карачаева-Черкесии и еще больше узнать об истории, культуре и быте братских народов, выходцев из нашей республики, ныне проживающих в северной столице. Пришли петербуржцы на выставку «Культура без границ», которая открылась в Российском этнографическом музее Санкт-Петербурга. Репортаж Аллы Динаевой. В Санкт-Петербурге в Российском этнографическом музее и одном из самых крупных в Европе открылась выставка в честь столетия образования Карачаева-Черкесии «Культура без границ». В церемонии открытия участвовали председатель Эльбрусой Дананевеса Гет Бюджиев, руководитель Абхазско-Абазинского конгресса Муса Экзеков, представители правительства Петербурга и многие другие. Поздравляю вас от имени главы деспублики Карачаева-Черкесии Арширина Президжи Тиморезова и Народного собрания парламента Карачаева-Черкесии. Карачаев-Черкесия по праву гордится родным краем. Самобытные древние культуры, именами и достижениями многих поколений предков, вписавших яркие страницы истории Отечества. «Искренне рада приветствовать от имени правительства Санкт-Петербурга. Поздравляю всех присутствующих уроженцев Карачаева-Черкесии с этим юбилеем. Также хочу отметить, что Карачаева-Черкесия является, как мы уже говорили, одним из самых красивейших регионов». «Для уроженцев Карачаева-Черкесии, ныне живущих в Санкт-Петербурге, эта выставка имеет особенное значение, потому что мы сегодня, находясь в Санкт-Петербурге, стараемся органично влиться в те традиции, культуру и самобытность Санкт-Петербурга. И также, конечно, нам бы очень хотелось, чтобы те традиции от горских народов, особенно жители Карачаева-Черкесии, чтобы они тоже были известны и почитаемы жителями Санкт-Петербурга и всеми проспетителями очень всеми нами любимого графического музея». Организаторы отразили традиционную культуру от середины 19 века до 30-х годов 20-го и в какой-то степени изменения, которые произошли уже после. Музыкальные инструменты, предметы мусульманского культа, бойлочные и ковровые изделия, костюмы, образцы золотошвейного искусства и многое другое можно увидеть на выставке «Культура без границ». Разрабатывая концепцию, мы ставили задачу, как представить некие общие закономерности по культуре народов региона, которые были выявлены, установлены музейными этнографами-специалистами. Ведь Российский этнографический музей уже более ста лет ведет изучение и публикование фондов по культуре Северного Кавказа, говорили организаторы выставки. «Представить в публике, привлечь внимание общественности удивительно многообразной, удивительно экзотичным, очень красивым культурам Кавказа». Это Константин Александрович Иностранцев, это Александр Александрович Миллер, это Евгения Николаевна Суденецкая, патенты которых вы увидите на экспозиции. Они и собрали основную часть этих материалов. Материалы начали собираться почти сразу, как заработал графический отдел Белорусского музея императора Александра III, первая поездка с 1904 года, и собирались они с разными интервалами до 1962 года. Подобное мероприятие в престижном этнографическом музее в культурной столице, безусловно, содействует укреплению межкультурного межнационального диалога и сплощению народов России в целом, говорили на мероприятии. А окунуться в уникальные традиции и богатейшую историю народов, проживающих в республике, можно в Российском этнографическом музее в Санкт-Петербурге до 17 апреля. Алла Динаева, Санкт-Петербург. На базе горнолыжного курорта Архиз в Карачаево-Черкесии открылся детский клуб экстремальных видов спорта Дукархиз. Для детей региона от 5 до 13 лет занятия с профессиональными тренерами доступны на льготных условиях. Первым запущено направление по горным лыжам. В дальнейшем список дополнят фристайл, скалолазание, альпинизм, акробатика. Школа Дукархиз – важный проект для нашего курорта, потому что путь к олимпийским медалям начинается в детстве на спортивных площадках рядом с домом. И это уже не первый для компании проект по популяризации горных видов спорта в регионах, где расположены наши курорты. В течение нескольких лет учебные программы «Лыжи зовут», «Лыжи мечты» и «Байк на старт» помогли сделать первые шаги в горнолыжном спорте и маунтинбайке более чем 1500 ребятам, проживающим в окрестностях курортов. В том числе детям с ограниченными возможностями. Для занятий горными лыжами бесплатный подъем на канатных дорогах воспитанникам клуба предоставляет «Кавказ РФ» – управляющая компанией «Курорт Архиз». Родители оплачивают только работу тренеров по минимальному тарифу. Двухчасовые тренировки проходят с понедельника по пятницу, начало в 14.00. Дети будут распределены по нескольким группам в зависимости от возраста и уровня катания. Для зачисления в школу необходимо обратиться в офис. Он расположен в инфоцентре поселка «Романтик». Завтра в это же время я жду вас у телеэкранов. Хорошего продолжения дня. До встречи.